Всем Слава Мерлоу, пацаны. Ну или всем Морген Штерн, пацаны. Короче, всем Морген Мерлоу или Слава Штерн, неважно. Это бит в стиле Слава Мерлоу и Морген Штерн. Янг Хефнер. И год назад на стриме один из зрителей иронично предложил мне сделать бит в стиле Славы Мерлоу. Так вот, время пришло. Делаем серьезный и сложный бит в стиле Славы Мерлоу. И начнем с того, что я надену наушники и выставлю темп. 214 ударов в минуту. Ну и давайте клэп. Клэп. Выделяем. Ctrl-B зажимаем. Идеально. Клэп готов. Теперь нажимаем сюда. Ctrl-C, Ctrl-V. Клэп, Снэр, Хай-Хэт. Почти. Вот так. Вот так. Идеально. Теперь все это дублируем. И вот здесь, вот последний, ставим вот сюда. А вот тут ничего не должно быть. Идеально. Так много времени потратил на этот замечательный Хай-Хэт. Окей. Делаем второй Снэр. Он будет звучать вот так вот. Остался кик. Он, кстати, немножко забущен. Сейчас покажу, насколько сильно. И партия звучит вот так. Все. Теперь можно нажать Ctrl-B. Shift-Z, зажать стрелочку вправо несколько раз нажать. Готово. Кик забущен. Вот на столечко. Вот, кстати, да. Давайте я забуду иначе. Сразу скажу, как только это видео наберет 2000 лайков. Этот проект. Некоторые парты будут, естественно, зарендерены. Окажется в моем паблике ВКонтакте. Ссылка на который будет в описании. Так что вот. 2000 лайков. Проект в паблике ВКонтакте. Давайте продолжим. Следующим этапом будет мелодия. Вы скажете, Стас, что с тобой не так? У тебя 4 пианинки. Одна из которых. Addictive Kiss, кстати, я чуть не забыл. Потому что у нас будут не только стандартные плагины. На мастере будет дополнительно Ozone. Будет использован дополнительно Half Time. И будет использован Addictive Kiss. Вы его видели и слышали. Вот так он звучит. Потом вот. Вот. Конечно, может показаться, что мелодия звучит вот так. Потом вот так. И вот так. Но я с вами вынужден не согласиться. Отправим ее на 3 октавы вверх. На ноту D7. Она же Rediess. Копируем ее вот сюда. Наша. Получаем вот этот мерзкий звук. Отправляем на первый канал микшера. На него вешаем Half Time. X4. Потому что мы крутые пацаны. А здесь на 1 четвертую. И получаем. Именно вот этот немножко звенящий звук. Который я и услышал. Возможно, я делаю то, чего нет. Но мне кажется, что, во-первых, так звучит круче с Half Time. А во-вторых, примерно так и было сделано. И теперь мы идем в Reverb. Чтобы сделать мощный, жирный, красивый, но абсолютно дурацкий Reverb. Делаем вот так. Вот так. Хай-хат. Оставляем. Вообще не отрезаем его. Вверх я имею в виду. Убираем Bust. Убираем Dry. Убираем Pearly Reflections. Добавляем на 100% в это. И почти. Вот так дамп на максимум. Decay на минимум. И теперь драй возвращаем на 100%. И убавляем слайд на минимум. Чтобы получить более глубокий звук. Глубокий, глубокий звук. И теперь, после этого уже, мы можем пойти и все это заэквализировать. Наша главная задача убрать максимум низу. После этого, естественно, мы повесим Sound Goodizer. Чтобы звук стал максимально крутым и ярким. А после этого, естественно, повесим еще один эквалайзер. После сатураторов типа Sound Goodizer 100 пудов нужно делать эквализацию. Вот такой звук мы получили. Естественно, к этому нужно прописать красивый басец. И мы сейчас это и сделаем. Out крутим на максимум. Late, продолжительность. Где-нибудь вот так. Идеально. Крутанем Boost. Идеально. Отправляем на какой-нибудь, давайте, пятый канал микшер. Почему бы и нет. И нам нужно будет сюда повесить... Конечно же, еще один перегруз. Wave Shape. Почему? Потому что он будет ограничивать наш бас по громкости на 0 дБ. Он будет по-прежнему мощным перегруженным, но ограниченным. И мы сможем контролировать его громкость. Пропишем на более высокой ноте бас сначала. Идеально. Ctrl-B нажимаем. С Shift-ом пару раз справа. На самом деле нет, конечно. Сейчас нужно его убавить. И давайте, чтобы было хорошо и круто, все остальное тоже отправим на микшер. Вот тут вот выделяем. Выделяем канал на микшер или какой-нибудь. Нажимаем Ctrl-Shift-L и разбрасывается все. На хэт сразу же повесим мы стерео шейпер. Вот так вот. И чуть не забыл самое главное. У нас же будет еще одно фортепиано. Оно будет звучать настолько божественно, что я про него забыл. Делаем вот так. На начало третьего такта прописываем вот такую нотку. На самом деле оно будет звучать не так, потому что мы отправим его на второй канал микшера. Первым делом повесим на него, как вы думаете, что? Конечно же, Gross Beat. А потом во вторую очередь. Ну вот, как вы думаете, вот предположите, что мы можем повесить во вторую очередь. Конечно, это будет тоже Gross Beat. На первом Gross Beat мы сделаем следующее. Зайдем в Momentary и выберем пресет 1-2, чтобы получить вот такую штуку. А во втором Gross Beat мы зайдем куда? Конечно же, в Momentary выберем реверс. Но давайте на октаву выше. Нет, еще на октаву выше. Вот так хорошо, да. И теперь дублируем на вторую часть и получаем вот такой вот классный звук. Естественно, после этого нам нужно будет отпилить немножко низа у этой мелодии, потому что его там тоже есть. Вот все идеально. Ну и можем накинуть какой-нибудь реверок с пресетом Large Hall. Вот так, вот так. И убавим просто в это немного. Вот так и получаем довольно симпатичный звучок. Теперь займемся балансом громкости. В первую очередь... Добавим вот это. Добавим басу перегруза. Естественно, нам нужно еще бас сбросить на октаву вниз. Еще немножко будет подкаратием. Вот так. Вот так. Мне вот так вот нравится. Все. Основная часть готова. И теперь можем перейти ко второй части. Это... Вторая дополнительная мелодия на Addictive Kiss. И давайте начнем без промедлений. Первый аккорд будет феноменально большой, но это будет при этом одна кнопка. Одна нота. Вот. Это будет D-Sharp. Она же Re-Dies. И если вы вдруг пропустили этот момент, потому что я это не показал, у нас будет Re-Dies Natural Minor. Это наш скейл. То есть вот так звучит первая нота. Вторая нота тоже будет состоять из интервала, из одной ноты. И звучать вот так. Третья будет уже гораздо сложнее. Здесь будет Fa, а здесь снова La. Класс, да? Здесь снова будет La-Dies. Ноктава выше должна быть. А здесь будет Fa-Dies. Вот, да. Fa-Dies. И здесь просто врывается новый аккорд. Он будет Si. Si. Так, здесь снова. Вот так. Вот так. Потом Sol-Dies. По сути, вот этот аккорд будет Sol-Dies. Просто очень сильно обращенный. Вот так. Нет, вот так. Вот так, да. Да, идеально. Это Sol-Dies. Аккорд просто обращенный так, что тут одна Si снизу на четвертой октаве, Sol-Dies сама на пятой октаве и Re-Dies на шестой. То есть я просто, грубо говоря, пишу по подсказкам, используя такие простенькие интервалы. Здесь у нас первый интервал. Это супер-мега просто. Это просто D-sharp, она же Re-Dies на пять октав подряд. Я понимаю, что, скорее всего, живой пианист где-то не сможет сыграть на пять октав. Но, опять же, какая разница? У нас FL-ка. И здесь Tor-R-Ton. Fa-Dies, Fa-Dies, Fa-Dies. Дублируем. И на полтона вниз. Идеально, да? Теперь, смотрите, чтобы все стало еще круче, мы можем нажать Alt-S. И... Да, так хорошо. И настроить это, гуманизировать все, короче, еще вручную. Я понимаю, каждую нотку мы очень долго будем делать, поэтому сделаем побыстрее. Выделяем каждый интервал и регулируем его громкость. Зажатым Alt-ом крутим колесо мышки. Вот так вот, как-нибудь, чтобы создать динамику. Тут вот выделяем, нажимаем Ctrl-B. И вторая часть будет отличаться тем, что тут не будет первых двух нот. И первый интервал можно еще чуть-чуть потише сделать. Вот так, например. Естественно, это еще не все. Нам нужно будет на это накинуть разные классные крутые плагины. В первую очередь, это, конечно же, дилей. Потому что дилей тут играет довольно важную роль. Он должен создать вот это ощущение. В дилее делаем несколько настроек. На пинг-понг переключаем, пан направо, чтобы расширить звук. Левел в минимум, чтобы хвост сократить. Как-нибудь вот так вот. Переключаем фидбэк на band pass, чтобы ограничить хвост, вот этот весь дилеевый звук, по частоте. Cut off. Звучит не так, из-за того, что здесь set 1 четверть, то есть очень тыш-тыш-тыш по метроному лупит наш дилей. А мы должны поменять его на вот так вот, чтобы получился немного сбитый ритм. Вот. Вот. Мне нравится. Теперь ставим сюда ревер. Тоже large hole. И как-нибудь так побольше низа отпилим. Бас уберем. Вэт уберем. Сайз побольше. Вот так мне нравится. Теперь можем повесить сюда эквалайзер, но перед этим повесить сюда саунд гудайзер. Ну, саунд гудайзером просто круче звучит. На эквалайзере выбираем снова какой-нибудь такой пресет. И отпиливаем и низ, и вверх. Почти все. Теперь наша задача повесить half-time. И послушать. Уже почти то, что нужно. За одним исключением нам нужно теперь все это сократить. Давайте для удобства создадим Ctrl-C, Ctrl-V. Переход между паттернами это нам плюс. В этом новом паттерне возьмем каждый такт. Зажатым Alt за эту стрелочку тянем. И сокращаем в два раза. И получаем. Дофига низа очень. После half-time. Ну, после half-time желательно тоже делать эквализацию. Точнее, эквализацию лучше располагать после half-time. Но мы просто повесим еще один эквалайзер. И использовали очень много эффектов. Да, я понимаю, но зато... А если delay half-time повесить вообще на первое место? Да, на half-time лучше повесить на первое место. Но убавим теперь и delay, и ревер. Идеально. Теперь мы можем все это расположить в плейлист. Как, в общем-то, и наш первый паттерн. И повесить на мастер Озон. Пресеты для Озона, которые я использовал, я показывал в прошлом видео. И убавим просто немного громкости. Усиление. Мы еще можем сделать одну интересную штуку. Давайте этот паттерн сделаем уникальным. Перейдем в него. И сделаем следующее. Уберем 808 бас и добавим... Вот этот бас. Потому что я хотел бы сделать... Ну, это не развитие. Типа небольшая. Вот уже добавить немного вольной вариации в этот трек. И сделать в нем хук. Припев. Опять же, в оригинале, скорее всего, он бы не очень смотрелся. Но в моей версии почему бы и нет. И обязательно закинем на 15-й канал микшера этот рис бас. И накинем на него вейв шейпер. Вот, чтобы вот так вот сделать. Нет, слишком сильно. Вот так. Окей. И пропишем партию баса. Вот так. Ориентируемся по тем же подсказкам. Вот так. А если вот так... Да, ставим F. То есть здесь у нас F, здесь у нас F-sharp. Вот мега простая партия баса. Теперь мы сделаем вот так вот. Вот так вот для удобства. И сделаем следующую страшную вещь. Все ударные, кроме кика, мы выделим в групповой канал. Повесим на него Half-Time. И повесим на него Gross Beat. Пресет вот этот. И Arp 2. На Half-Time обязательно выберем вместо одного бара два бара. Теперь, чтобы сделать автоматизацию включения вот этого добра, идем в Half-Time. Жмем вот сюда. Крутим в настройку, которую мы хотим автоматизировать. Правой кнопкой мышки снова по этой крутилке. Create Automation Clip. Делаем вот так. И здесь его только включаем. А здесь отключаем. И чтобы на эту же самую крутилку повесить крутилку из Half-Time, жмем на интересующую у нас крутилку. Жмем Link to Controller. И выбираем вот это. И слушаем, как это будет. В общем, получился вот такой биток. И, поскольку я из Татарстана, ну, как вы знаете, Казань, из которой я, это столица Татарстана, я решил накинуть сверху немножко татарского рэпа. Ну, чтобы, типа, все это разбавить. И сейчас я предлагаю вам послушать этот трек. Вот, все вот это, сверху акапелла. Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот получился биток и даже трючок. Я понимаю, что рэп не очень татарский, скорее французский, но я думаю, что это не важно. В общем, если это видео вам понравилось, было хотя бы капельку полезным и хотя бы интересным, то поставьте лайк под этим видео. А если было неинтересным, не понравилось, вообще полная ерунда, то ставьте заслуженный дизлайк. И чтобы заказать мой обучающий видеокурс по битмейчингу, то напишите мне, ссылка на меня внизу в описании. И там же у меня вы сможете узнать о нем все подробности. Ну и, в общем-то, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И что еще более важно, посмотрите другие видео на этом, на моем канале. Вокруг сейчас горят ссылки. Выберите любое понравившееся вам видео, нажимайте на него, смотрите и получайте удовольствие. Надеюсь, оно вам понравится. И с вами был Стас. Пока. Увидимся в следующем видео, которое будет, возможно, в следующем году. С наступающим Новым Годом, битмейкеры!